Рыба. Больше половины рыбной продукции на столы россиян поступает с берегов Тихого океана. Это наш главный источник красной рыбы и, соответственно, красной икры. Но после аварии на японской атомной станции Фокусима наш интерес к рыбным блюдам поостыл. Мы ведь знаем, что вода в районах, где ведется промысловый лов, заражена радиоактивными элементами. А значит, рыба, которую мы едим, вполне может фонить. После аварии на Фокусиме пришло письмо по тщательному исследованию рыбы на цезии, стронции и йод. Мы отправились во Владивосток, чтобы узнать, есть ли там радиоактивная рыба. Вероятность того, что с аэробудущего года, то есть с рождения этого года, может быть с какой-то долей радиоактивности, она существует. Но все ли хорошо с рыбой, которая плавает в других океанах и морях? Мы привезли в Ригу шесть банок шпрот, чтобы выяснить, похожи ли они на те, которые мы помним с детства. В рецептуру шпрот не входит ничего инородного. Это рыба, масло и соль. Мы накормили звезд шоу-бизнеса пикшей и треской, чтобы узнать, чем дорогая рыба отличается от дешевой. Масляную мы можем выдать за тунца, либо за семгу. Я знаю, не похожа. Черная треска, чилинский сибарский, лосось. Мы искали радиацию в тихоокеанской рыбе, в сальмонеллес, стейках и семге и батулизм в копченой салаке. Теперь мы знаем, почему старая рыба дороже свежевыловленной, почему рыбаки едят только замороженную горбушу и как найти на прилавке вкусную и, главное, полезную рыбу и морепродукты. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Прилавок одного из московских магазинов. На льду охлажденная кита, нерка, форель, горбуша. Цена? От 250 рублей за килограмм. А вот соседняя витрина. Здесь лежит точно такая же рыба, только замороженная. 150 рублей за килограмм. Покупатели в первую очередь смотрят на охлажденную. Но что делать? Дороже. Зато рыба свежая, вкусная и полезная. Мы готовы платить за качество. По словам продавца, и ту, и другую рыбу привезли из Владивостока. А теперь давайте подумаем. От Москвы до Владивостока больше 9 тысяч километров. Это как минимум 7 суток на поезде. Возможно, из Владивостока ходят специальные скоростные поезда с рыбой или ее привозят самолетами. Билет до Владивостока стоит минимум 10 тысяч в один конец. Только в этом случае можно понять, почему охлажденная рыба стоит так дорого. Но как в действительности рыба путешествует из Владивостока в Москву? Портится ли она по дороге? И приплывали к нашим берегам радиоактивные рыбы после аварии на Фукусиме? Чтобы ответить на эти вопросы, съемочная группа среды обитания улетела в Приморье. Город Владивосток. Порт. Каждый день сюда приходят примерно 5 рыболовецких трейлеров. Одно судно привозит 3 тонны рыбы из моря. За моей спиной находится рыбный порт города Владивостока. Это самый крупный рыбный порт в нашей стране. Сюда приходят рыбы с Камчатки, Сахалина, Курильских островов, Магадана, Японии и Китая. Казалось бы, здесь должно быть море свежей рыбы. Но ей здесь даже не пахнет. Вся рыба приходит вот в таком виде. Называется глубокая заморозка. Это трюм рыболовецкого судна. Сюда не войдешь без шапки и пуховика. Здесь всегда минус 20. Такие огромные холодильники есть на каждом корабле. Рыбу сюда грузят сразу после вылова. Прямо в море. Где свежая рыба, спросите вы? А ее здесь нет. Сельдь, минтай, горбуша, креветки, крабы, морские гребешки, корюшка и вся остальная рыба приполывают в порт вот в таких брикетах. Мы обошли несколько рынков и магазинов города. Единственное место во Владивостоке, где мы нашли охлажденную рыбу, это ресторан. Но сюда кижуча и киту привозят не из порта. Ее ловят несколько рыбаков-частников. Они уходят в море всего на сутки, поэтому могут довезти до ресторана свежую рыбу. Правда, улова хватает только для этого заведения. Ни о каких промышленных масштабах не может быть и речи. Как замороженная рыба по пути в Москву превращается в охлажденную? Почему даже рыбаки едят только замороженную горбушу? И есть ли радиация в этой рыбе? Это вы узнаете через 10 минут. Шпроты. Маленькие копченые рыбки в жестяной банке. Еще 30 лет назад ни один праздник не обходился без этой закуски. Во времена дефицита баночку шпрот обязательно клали в продуктовые заказы. Правильные советские шпроты родом из Риги. Сейчас шпроты делают все, кому не лень. В банках лежат рыбки большие и маленькие, ровные и не очень, мягкие и сухие. Традиционной осталась только этикетка. Черная с золотыми буквами. Производители зарабатывают на наших детских воспоминаниях. Среда обитания найдет среди всего этого разнообразия правильные шпроты. Покупаем в магазине 6 разных банок и едем в Ригу на тот самый завод, где уже больше 50 лет делают эту закуску. Технологи завода попробуют шпроты и скажут, какие из них больше всего похожи на настоящие. Банки зашифрованы под номерами, чтобы специалисты не знали, чьи шпроты они пробуют. Образец номер один. Шпроты в масле Киана. Сделаны в Латвии ООО «Гамма-А». Укладка аккуратная, сырье свежее, хорошее. Остается попробовать на вкус. Эта рыбка получает оценку 5 с плюсом. По мнению экспертов, именно такими должны быть настоящие шпроты. Хороший продукт. У меня нет претензий. Хороший продукт. Образец номер два. Шпроты – рыбное меню, сделанные ООО «Раскон» в Калининградской области. Так, ну, здесь сразу же. Во-первых, это не шпротная укладка. Это салака, да. По мнению экспертов, рыбки в банке неровные и слишком крупные. Эти шпроты получают тройку с минусом. Я бы этот продукт вообще, в принципе, шпротами все-таки не называла. А как это? Салака. Копченая салака, может быть, копченая салака, да. Образец номер три. Рижские шпроты ООО «Унда» сделаны в Латвии. Эти шпроты получают четверку. Да, четыре. Вкус нормальный, правда. Если рыба выкуплена летом или весной, то ситуация такая, что животы у нее могут быть частично раскрытыми. В этом ничего страшного нет, но внешний вид, конечно, хватает. Четвертые шпроты от компании «Беринг» сделаны ООО «Мосека» в Эстонии. Уложено спинками опять. Сырье мороженое. Все остальное отвечает стандарту. Этот продукт, по мнению экспертов, приготовили из мороженой рыбы. Поэтому он получает тройку с плюсом. Номер пять. Видно, что с пинками мороженое сырье. Эти шпроты изготовлены в России, в Калининградской области. ООО «РК за Родину». Технологи считают, что их тоже сделали из мороженой кильки. Шпроты получают четверку. И последний образец. Шпроты в масле «Беринг» изготовлены за ООО «Профитиндустрия» в Литве. Мороженая рыба. Сухая и не блестит поверхность. Этой рыбе шпротная комиссия ставит твердую двойку. Этот завод коптит, я думаю, в шкафах коптильник. Не в туннелях, как мы видели. Не в туннелях, а в шкафах, да. После дегустации технологи показали нам, как делают настоящие рижские шпроты. В этот цех с кораблей привозят коробки с балтийской килькой и мелкой салакой. Эти съемки проходили в сентябре. В это время рыбу специально ловят на шпроты. Рыба, выловленная в весенний или летний период, она может быть более мягкой. Она не будет так блестеть. Поэтому мы стараемся, конечно, работать в основном на зимнем, на осеннем сырье. А в летний период мы стараемся работать на замороженной рыбе, которая выловлена в тот же правильный для нас период. При покупке шпрот смотрите на дату изготовления. Шпроты, приготовленные с апреля по август, как правило, делают из мороженной рыбы. Самые вкусные, сделанные осенью или зимой. Для шпрот размер имеет значение. Правильная рыбка должна быть от 9 до 12 сантиметров в длину. Поэтому кильку раскладывают вот в такие ячейки. Все, что больше или меньше, отправляется на паштет. Это такая работа ювелирная. Рыбок правильного размера вручную прокалывают вот такой стальной палкой. Она называется пруток. Прутки с килькой вешают в контейнеры и увозят в коптильню на полтора часа. Это дымогенератор. Он производит дым для туннелей, где коптится рыба. Здесь происходит процесс горения опилок ольховых. Ольха белая. Мы сами ее производим на заводе. Чтобы она не загоралась, ее рубят меленько, чтобы она успела прогореть и не сплотиться пламенем. Не загорелась. Просто клела. Именно благодаря ольховым опилкам шпроты получаются вот такого золотистого цвета. В Риге их даже называют «наше золото». В настоящих балтийских шпротах нет ни красителей, ни консервантов, ни ароматизаторов. Только рыба, копченая на ольховых опилках, соль и масло. Помните, настоящие шпроты приготовлены из балтийской кильки или салаки. В составе не должно быть ничего, кроме рыбы, соли и масла. Цвет шпрот должен быть золотистым. Вот таким. Напомним, корреспонденты среды обитания приехали во Владивосток, чтобы узнать, какую рыбу продает в магазинах. Мы не нашли в порту ни одной охлажденной рыбы. Из моря привозят уже замороженную киту, горбушу и нерку. Здесь рыбу разгружают. Часть перекладывают в вагоны и развозят по всей стране. От Калининграда до Владивостока. Другую часть укладывают в огромные морозильные камеры, которые стоят прямо в порту. Там рыба лежит до востребования. Иногда месяц, иногда два. Не хватает холодильников. Крупные компании-рыбаки, они, конечно, имеют некий резерв по деньгам. Они могут положить на какие-то холодильники и подождать, когда ситуация с ценовой политикой изменится. Но ведь существует массовое количество небольших компаний, а небольшие компании лишены такой возможности. Они должны сразу привезти и сразу продать. Аренда огромного морозильника стоит 40 тысяч рублей в месяц. И не всякий рыбак может себе это позволить. Богатые жаробловецкие компании, бывает, хранят свой улов до года. Чем дольше лежит рыба, тем дороже она стоит. На первый взгляд, парадокс. Но старая рыба – самая дорогая. А свежевыловленная – самая дешевая. Например, тут в порту килограмм свежего ментая стоит 30 рублей. Через месяц он подорожает до 35, а через полгода – до 70 рублей. Станция «Мыс Чуркин». Это ближайшая железнодорожная станция к рыбному порту. В поезд грузят ментай, пикшу, сельти, горбушу. Через сутки рыбу должны увезти в Москву. Сотрудники Россельхознадзора отбирают образцы на исследование и проверяют температуру в вагонах. Если она будет выше 18 градусов, рыба начнет таять и портиться. Произведен замер температуры. Температура соответствует. Продукцию можно отправлять. В лаборатории рыбу проверяют на паразитов. В процессе жизнедеятельности они выделяют токсичные вещества, которые могут вызвать у человека острое отравление. При поедании гельмин попадает в желудочно-кишечный тракт, затем внедряется в слизистую. При этом может повышаться температура, боль в эпикастре, рвота, тошнота, бывает даже кровавая рвота. Лечение практически не разработано. И приходится удалять хирургическим путем. Если, например, попадается хотя бы один гельминт в живом виде, партия признается условно годным и должна пройти обеззараживание. В партии Горбуши сотрудники лаборатории обнаружили вот такого гельминта. Несмотря на то, что рыба была мороженая, паразит все еще был живым. Это значит, что в трюме корабля температура была выше нормы. Паразиты погибают только при минус 20. Если в трюме корабля было минус 18, личинки выживают. Паразиты, так же, как и люди, очень любят красную рыбу. Она наиболее часто поражена. Чтобы убить гельминта, необходимо минус 20 градусов, 24 часа. Только такая температура и такой процесс гарантируют, что гельминт погиб. Если нарушается, например, 18, это нужно уже 14 суток, чтобы погиб. В общем, он очень устойчивый к воздействию внешней среды. Кстати, именно поэтому даже рыбаки едят только замороженную рыбу. А то еще вопьется такой гельминт в горло, или вот такой анизакис поселится в желудке, а потом его вырезать придется. Как говорится, чем черт не шутит. И часто вы обналживаете? Да, практически всегда. После осмотра рыба сортируется. Если личинок больше 4%, продавать в сыром виде ее нельзя. Такая рыба пойдет на полуфабрикаты, консервы или на рыбную муку. Если мы находим в основном парте рыбы, мы находим 4%. Это продукция, она в свободную реализацию выпускается смело. Если превышает, согласно нормативным документам, уже определяется, куда она идет. Либо на рыбную обработку, кулинарную обработку, либо на пищевой фарш, рыбная мука. Все зависит от того, какой процент находим мы. Документы оформлены, рыба отправляется в Москву. Только что при нас в этот поезд загрузили 180 тонн рыбы. 4 рефрижераторных вагона будут обеспечивать холод в поезде на протяжении всего пути. С минуты на минуту состав тронется. Если ничего не случится, в Москве он будет через 2-3 недели. Там мы его и встретим. Перед отправлением поезда наш корреспондент заходит в вагон с дозиметром. Проверим, есть ли радиация в рыбе из Приморья. После взрыва на японской станции Фокусима-1 в Тихий океан попали радиоактивные элементы – цезий, стронций, плутоний. Есть течения, такие, которые из Японии приносят водные слои в территориальные воды России. И у нас там очень большой рыболовецкий флот. Это наш главный источник красной рыбы и, соответственно, красной икры. Сразу после катастрофы в нашей стране ввели запрет на ввоз японской рыбы. 242 японских завода были внесены в черный список. После аварии на Фокусиме пришло письмо о тщательном исследовании рыбы на цезий, стронций и йод. В общем, и в течение двух месяцев проводилась тщательная проверка. В это время в море находилось 4 корабля Тихоокеанского научно-исследовательского рыбхозяйственного центра, оснащенных специальными радиационными датчиками. Мы тоже решили проверить рыбу на радиацию. Со счетчиком Гейгера мы обойдем все рынки и магазины Владивостока. Есть ли в Горбуша и Сельди цезий и стронций? Этого узнаете через несколько минут. Экзотическая рыба, королевские креветки, икра, черная треска. Эти деликатесы стоят дорого. Правда, зачастую мы платим только за то, что есть такую рыбу модно. Дорогая рыба ничем не лучше дешевой. Ни по вкусу, ни по содержанию полезных веществ. Так утверждают специалисты. Но многие с этим не согласны. У дорогой рыбы и вкус изысканный мы платим не за престиж, а за качество. Мы решили узнать, правда ли дорогая рыба вкуснее дешевой. Или нам это только кажется. По нашей просьбе повар приготовит изысканные блюда из самой дешевой рыбы. Пробовать их будут звезды шоу-бизнеса. Правда, им мы скажем, что это элитная и изысканная рыба редких сортов. Поймут ли они, что едят на самом деле. Покупаем в магазине килограмм мороженой трески за 70 рублей. Килограмм мороженой пикши за 65 рублей. И филе масляной рыбы за 200 рублей. Привозим деликатесы в рыбный ресторан повару Сергею Петранину. Сергей Петранин, шеф-повар. Знает больше тысячи рыбных блюд. Может приготовить изысканные блюда даже из хвоста и чешуи. Просто рыба мне интересна, как продукт. Сергей приготовит из дешевой мороженой рыбы несколько изысканных блюд. Масляную мы можем выдать за тунца, либо за семгу. Как бы похожа к ассистенции. Ее даже иногда называют серый тунец. Пикшу, пикшу. Ну, конечно, за угря это сильно сказано, но я попробую приготовить как угря. Посмотрим, что получится. Норвежскую треску мы выдадим за черную треску. То есть, как бы это все одной породы. Только та рыба более, скажем так, дорогая, элитная. И, соответственно, в цене она намного дороже. В 10 раз, наверное, превышает нашу мурманскую треску. Из филе масляной рыбы Сергей приготовил тартар из серо-белого тунца. Такое блюдо из тунца в ресторане будет стоить 300-350 рублей за единицу. С легкой руки мастера мороженое пикша превращается в блюдо из свежевыловленного подкопченого угря. Мы рыбу разделывали на филе, замариновали ее в соусе треяки, обжарили на гриле с двух сторон и запекли в духовке. Присыпали кунжутом. По запаху очень напоминает угря. А обыкновенная, самая дешевая мурманская треска превращается в охлажденную черную треску. Это редкий деликатес, и купить его в магазинах просто невозможно. Мусс из мурманской трески, выдадим ее за черную. Для этого нам подавится филе трески отварное, авокадо, груша, сок апельсина, сыр маскарпоне, листик базилика, соус песто. Будем подавать это в наших валаванах. Наши студенческие закуски отправляются на дегустацию. Вот это выглядит как угрич. Вот это, да? Да. Ну, выглядит во всяком случае. А вы попробуйте, разрешается. Ну, это съедобно? Конечно. У меня такое ощущение, что это какой-то вкус детства. Я люблю белую рыбу, я люблю рыбу морскую. Любимая рыба – это черная треска и чилинский сибас. Вы не поверите. Мусс из черной трески. Вот это вот? Да. Да вы что? Это прелесть. Вот так вот, да? Вы знаете, все страшно вкусно, единственное, что здесь рыбы совсем мало, все, что рыба была нормальная, чтобы ее можно было попробовать. Пикшу и в самом деле принимают за угря, а обычную треску – за черную. Я там сам с моря, я-то знаю вкус, но очень знакомый, напоминает мне... Черная треска. Да, точно. Я вот только хотел сказать вам, это она. Нет. Еще рыба. Мне на что не похоже. Я же говорю, уникальная рыба. Да, лосось, нет? Ну, такой рыбы... Я не курмазный, знаете. О! Похоже на краб. Крабовое мясо. Никто так и не узнал, что ел обыкновенную треску и не смог отличить пикшу от копченого угря. Только один гость вечеринки догадался, что наши закуски сделаны из мороженой рыбы. Треска? Нет. Нет? Вы понимаете, она так приправлена здесь всякими делами, что вкус самой рыбы здесь не отличить, невозможно. Ну, рыба и рыба. Но чувствуется, что она, ну, размороженная. Рыбу можно вообще назвать как угодно. Главное сообщить о ее уникальных свойствах, и она сразу будет иметь успех. Да, вкусно. Все, кузы? Вкусно. Я не знаю, не знаком, но вкусно очень. Рыба модной не бывает, скажете вы. Но наш эксперимент показал обратное. Если рыбе сделать качественный пиар, ее можно продать и как черта морского, и как краба камчатского. Напомним, корреспондент среды обитания находится во Владивостоке. Мы уже выяснили, что в порт привозят только замороженную рыбу. Вторая задача — проверить, есть ли здесь радиоактивная рыба. В марте 2011 года, сразу после аварии на японской атомной станции «Фукусима», многие ученые говорили о том, что к концу лета вода в районе так называемой «рыбной банки», где ведут промысел и японские, и российские рыбаки, может оказаться зараженной. Информация о радиоактивной рыбе взволновала население обеих стран. Сейчас как раз примерно месяц начался промысел Сайры. Это рождение прошлого года, которое откочевало, побыло в океане и вернулось к нашим Курильским островам. До того, как произошло вот это, так сказать, событие, она просто по времени не может заражена быть. Кусочек сахара положили в кружку с водой, помешали, ну более-менее сладкий. Потом взяли эту кружку, растворили, скажем, в кубометре воды. Уже сахар-то не чувствуется. А, кстати, цепочка какая, сравнить то, что произошло в Японии, систему течения, ветров, которая дует, давно уже ничего нет. За рыбу вообще можете быть абсолютно спокойны. Вся морская живность теперь тщательно проверялась на наличие в ней стронца и цезия. Но особенность ситуации заключалась в том, что в продаже тогда шла рыба, которую выловили еще до катастрофы на Фукусиме. Но оказывается, и через 4 месяца, когда по расчетам ученых радиация должна была достичь наших берегов, контролирующим службам не удалось обнаружить ядерную рыбу. И все-таки доверяй, но проверяй. Со счетчиком Гейгера мы отправляемся на центральный рыбный рынок Владивостока. Допустимый фонд для рыбы 13-15 микрорентген. Все, что выше 30, опасно для жизни. В таких случаях счетчик обычно пищит. Мы обошли все прилавки с рыбой на всех рынках города. Только в одном месте мы обнаружили небольшое превышение. Счетчик показал 20 микрорентген в час. Это в полтора раза выше нормы. Но чтобы получить ощутимую дозу облучения, вам придется съесть несколько килограммов этой рыбы. Счетчик у нас нигде не запищал. Получается, что радиация в рыбе – это миф, и мы можем спать спокойно? Рыбы, конечно, двигаются, мигрируют. Вероятность того, что с аэробудущего года, то есть с рождения этого года, может быть, с какой-то долей радиоактивности, она существует. То есть, по мнению ученых, расслабляться пока рано. Радиоактивная горбуша сельти-треска начнет попадаться в сети весной 2012 года. В Приморье и на Сахалин как раз доберется потомство той рыбы, которая до нереста плавала у берегов Японии во время аварии на Фукусиме. Город Подольск Московской области. Станция Силикатная. Сегодня сюда прибывает поезд с рыбой. Тот самый, который мы провожали в Приморье. От Владивостока до Москвы он шел 17 дней. С Дальнего Востока рыбная продукция поступает в крупно-тоннажных рефрижераторных контейнерах. Проверяется ветеринарно-санитарное состояние перевозимой продукции в соответствии ее ветеринарным сопроводительным документам и условия перевозки. В данном случае условия перевозки и ветеринарно-санитарное состояние соответствуют. За две с половиной недели путешествия рыба не изменилась. По крайней мере, на первый взгляд. Она такая же замороженная, как и была. С разгрузочной станции рыбу развозят на оптовые базы. Едем за фурой, которая везет нашу рыбу. Рыба по-прежнему замороженная, прибыла на оптовый склад. Здесь и происходит самое интересное. Часть горбуши везут на рынке и в магазины. Другую часть оставляют на сутки в теплом помещении. Либо она не дефростируется в определенных температурных условиях и продается как свежеразмороженная рыба. Либо подвергается тепловой и другим видам обработки. Дефростированный значит размороженный. Проще говоря, рыба оттает, ее выложат на прилавок и будут продавать как охлажденную. Естественно, в полтора раза дороже, чем мороженую. Смотрите сами. Это прилавок магазина. Отдел охлажденной морской рыбы. Наша рыба только уже не ледяная, а охлажденная. Покупатели уверены. Ее пару дней назад выловили в море и разделали. Но мы-то с вами видели, что 17 дней назад во Владивостоке ее грузили в поезд в замороженном виде. А с моря она приплыла в трюме аж 3 недели назад и тоже замороженная. Переплачивать деньги за так называемую охлажденную рыбу или нет – решайте сами. Помните, чтобы рыба была мягкая и сочная, ее надо правильно разморозить. Для этого достаньте рыбу из морозилки и положите на несколько часов в холодильник. Так она ничем не будет отличаться от охлажденной. Стейки из семги. Охлажденные – по 600 рублей за килограмм. Замороженные – по 400. Семгу к нам чаще всего привозят из Норвегии. Она, конечно, ближе, чем Владивосток. Но доехать охлажденной до Москвы норвежская семга все равно не может. Привезти рыбу в охлажденном виде я просто не представляю себе возможным по земле, то бишь автодорожным транспортом. Во-первых, существует масса, куча постов гаишных, которые везде проверяют. На это тратится время. Чтобы реально привезти ее охлажденной и доставить авиационным транспортом, скорее всего, то это будет, ну, рублей 800-900, я так думаю. Под тысячу рублей. Это рыба замороженная. И это точно такая же, только размороженная. То есть лишних 200 рублей мы платим только за то, что рыбу за несколько часов до продажи вытащили из холодильника и разморозили. Но все равно большинству из нас с трудом верится, что охлажденная рыба ничуть не лучше замороженной. Должна же между ними быть хоть какая-то разница. Мы решили сдать охлажденные и замороженные стейки в лабораторию и поискать отличия. Покупаем шесть стейков в разных местах. Образец номер один. Мороженые стейки с семги – магазин шаговой доступности. Образец номер два. Охлажденный стейк из гипермаркета. Образец номер три. Охлажденный стейк из супермаркета. Образец номер четыре. Замороженный стейк из семги – Останкинский рынок. Образец номер пять. Охлажденный стейк из семги – Ярославский рынок. Образец номер 6 – охлажденный стейк из семги, фирменный магазин рыбы от производителя Все образцы отвозим в лабораторию Всероссийского государственного центра качества прирост сельхознадзоре На 6 мы проводили исследования Первый тест – это общая бактериальная обсемененность Затем на вибриоз, на листериомоноцитогенос, на сальмонеллы, на эшерихиуколи и на стафилококусаволиос Экспертиза показала – самые лучшие стейки куплены в магазине шаговой доступности и на Останкинском рынке Оба стейка заморожены Номер 1 и номер 4 соответствовали полностью показателям Санпина Никаких патогенов в этих пробах мы не обнаружили Всей остальной рыбой, по словам экспертов, вполне можно отравиться В ней были обнаружены посторонние микроорганизмы и бактерии группы кишечной палочки Третья, пятая и шестая не соответствуют Санпину по показателю колеобсемененности Это тоже показатель низкой зенитарной культуры На предприятии, на том, где хранят или где перерабатывают, это уже трудно сказать Помните, семга портится почти моментально Если охлажденная рыба полежала на прилавке хотя бы 3 часа, в ней могут появиться опасные бактерии Стейки из мороженной рыбы, как правило, безопаснее Но самые интересные результаты эксперты получили, когда проверяли охлажденный стейк из гипермаркета На нем специалисты обнаружили следы жизнедеятельности грызунов Попросту говоря, по стейку могли бегать крысы Самый плохой это образец номер 2, где мы нашли и повышенную бактериальную обсемененность И наличие коле, и, главное, наличие листерии моноцитогены, который передается, я бы сказал, с грызунами С мышевидными И представляет опасность для людей, как возбудителя пищевой токсикой инфекции И головные боли, и нервные расстройства, и выкидыши, все что угодно Очень плохое у нас будет Что происходит на складе магазина? Неужели по рыбе бегают крысы? С таким вопросом мы обратились к представителю этого магазина На встречу мы принесли результаты экспертизы Вы дежурный директор Вот смотрите, у вас продается, грубо говоря, стейки, по которым, как минимум, бегали крысы, да? Как максимум, это отравление Да, пожалуйста, аккредитованная лаборатория Россельхознадзора Поставщики нам привозят, из товара, сопроводить мы документы Если нареканий нет, ни на документы, ни на температуру рыбы, ни на качество рыбы А вы отбираете пробы, когда вам поступает рыба? Мы берем, ежемесячно проходят лабораторные исследования Раз в месяц? Раз в месяц То есть раз в месяц вы рыбу проверяете? А то, что приходит помимо этого, вы не в курсе, какого она? Приходит свидетельствами, свидетельствами, удостоверениями их качества Получается, что раз в месяц в этом магазине действительно можно покупать безопасную рыбу Только вот в какой именно день, менеджер не уточнил Вот вся охлажденная рыба, которая есть в наличии в магазине, она здесь сейчас лежит? Вся? Больше нет? Нет, почему? Есть камеры охлаждения, где транзит, в ящик, в воде А можно нам посмотреть? Нет, это транзитная зуба Да, у меня таких полномочий нет Убедиться в том, что по холодильникам не бегают крысы, нам так и не дали В эту зону вход строго воспрещен Как говорится, от греха подальше Никакого вразумительного ответа от продавцов добиться не удалось Поэтому мы передали результаты экспертизы в Роспотребнадзор Теперь разбираться с этой рыбой будут инспекторы Зато в гастрономии номер один, где нам тоже продали испорченные стейки Продавцы с нами не стали спорить Мы у вас 8 сентября вот стейк купили из семья И мы его, соответственно, сдали на анализы И обнаружили в нем кишечную инфекцию Серьезно? Абсолютно, да Вот, собственно, результаты анализов Вот чек ваш В любом случае недопустимо Это ведет к травлению Мы уберем сейчас все Естественно, ну, как бы той партии уже не осталось Мы будем более тщательно вот эти отложим Ну, уберете это или как? Мы уберем, конечно Зачем надо идти Мы уже выяснили, что большого смысла переплачивать за охлажденную рыбу нет Это рыбный миф А как насчет морских деликатесов? Креветки Больше всего ценятся королевские или тигровые Килограмм стоит от 400 рублей и выше Мы думаем, что это особо крупные креветки, выловленные в море На самом деле королевские креветки в море никогда не плавали Они даже понятия не имеют, как оно выглядит Их выращивают в прудах Юго-Восточной Азии А своих королевских размеров они достигают благодаря корму с гормонами роста Поставлены это Юго-Восточная Азия, Китай, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Северная Австралия, Америка в частности Тоже вот Центральная Америка производит креветку Королевские тигровые креветки – существа хрупкие Чтобы они не умирали раньше времени от своих креветочных болезней, в воду, где они растут, добавляют антибиотики Креветки, поставляемые из стран Юго-Восточной Азии, обрабатываются определенными препаратами В целях избежания каких-либо вспышек заболеваний И, соответственно, возможно, там происходит накопление данного препарата в мышцах креветки, в мясе креветки Во всем мире гораздо больше ценится дикая креветка Она вылавливается в море, а не в пруду В наших магазинах она, как ни странно, стоит дешевле Отличить ее можно еще и по цвету Если написано на упаковке, что это северная креветка, точно, значит, она не вареная То есть она выловлена в море и тут же заморожена И цвет красный, это еще не говорит о том, что она сварена Она в природе именно красного цвета, яркого красного цвета В магазине она преобладает в продаже Достаточно недорогая, то есть, если не ошибаюсь, там килограмм идет от 70 рублей Рыба холодного и горячего копчения Это дорогой продукт Для копчения отбирают свежую, ровную рыбу Ее чистят, солят, а потом больше суток коптят в специальных печах Но недобросовестные производители научились экономить Говорят, что нет дыма без огня, а оказывается, есть Специалисты выбирают дешевую, испорченную рыбу и коптят ее без дыма и огня Сейчас бывший сотрудник коптильни на наших глазах Закоптит рыбу с помощью подручных средств И расскажет, как отличить настоящую копченую рыбу От продукта, приготовленного по экспресс-технологии Сначала выбираем рыбу По идее, вот эта скумбрия не подходит для копчения Но нет ничего невозможного Видно явно, что рыба плохо или доставлялась, или упаковывалась Спинка у рыбы вся разбита То бишь такое сырье уже коптить, по идее, нельзя Но наша экспресс-технология позволит все это сделать Подровнять шкурочку Потому как это сырье более дешевое Мы, естественно, покупали то, что подешевле При покупке копченой рыбы Лучше выбрать целую рыбину с головой и хвостом Ее, скорее всего, закоптили свежей Мы отрубаем рыбе голову, потрошим ее и засаливаем Для этого берется туз лук, берется вода и соль Рыба должна лежать в соляном растворе не менее двух суток Иначе в ней могут остаться опасные бактерии Но время деньги Поэтому наша скумбрия солится всего пару часов Следующий этап самый главный Копчение в печи Обычно этот процесс занимает от 12 до 24 часов А у нас это проходит очень быстро Мы всего лишь навсего берем краситель И раскрашиваем рыбу жидким дымом Обычно для подкраски рыбы используют пищевые красители Для копчения это идет жидкий дым Ежели нам нужно подкрасить рыбу лососевых пород То используется краситель под лосось Краситься это просто обыкновенной кисточкой беличей Просто как бы талант художника надо иметь Чтобы сделать рыбу того цвета Которая привлекает наиболее покупателя При покупке копченой рыбы Посмотрите на цвет мяса и чешуи Если рыба слишком яркая Вот такая Скорее всего ее обрабатывали красителем Приложите к рыбе белую бумажную салфетку И если на ней останется след Значит рыба крашеная Последний штрих запах Аромат копчения можно сделать с помощью Вот такой добавки под названием жидкий дым Мы добавляем жидкий дым Чтобы у нас как бы был полный процесс копчения Чтобы рыба пахла натурально дымом Понюхайте рыбу Если она слишком сильно пахнет дымом Скорее всего ее не коптили А вымачивали в жидком дыме Обычно копченую рыбу Несколько дней сушат на ветру Или в специальных сушильных шкафах Недобросовестные производители Делают все это у вентилятора За пару часов Снимаем рыбу И готовим ее к следующей операции Но это еще не конец При копчении любая рыба теряет в весе процентов 30 Усыхает А это убыток Для того, чтобы рыба вернулась к исходному весу В коптильне стоит специальный аппарат для шприцевания Рыбам делают несколько уколов специального раствора Из воды, соли и крахмала Сейчас мы ее взвесим Сейчас 20% мы постараемся вернуть Путем шприцевания Обычно шприцуют тузлыком В перемешку с крахмалом Чтобы жидкость обратно не вытекала И кладут после шприцевания Замораживать Чтобы смесь смогла замерзнуть Теперь мы ее взвесим И посмотрим, что у нас получилось в результате Рыба холодного копчения Может лежать в магазине не больше 20 суток Если за это время ее никто не купит Она отправляется обратно на производство Чтобы стать, например, скумбрией горячего копчения Мы обрабатываем ее Опять же таки Солевым раствором Тузлуком И добавляем сюда уксус Который у нас снимет слизь с рыбы И дезинфицирует рыбу Уберет даже посторонний запах Промыли рыбу Мы ее опять же таки подвешиваем Под вентилятор Чтобы ее просушить Перед повторным копчением Рыба просушивается В течение получаса Засовывается в печь И у нас получается рыба горячего копчения Такая рыба должна продаться за 10 суток Если ее и тут не успевают купить Она пойдет на закуску к пиву В принципе, в производстве не пропадает ничего Вернувшись, вот эта рыбка Может прожить еще около года Рыба разрезается вот на такие вот полосочки Высушивается Затем упаковывается в вакуумные пакетики По данным экспертов Почти треть копченой рыбы Которая продается на рынках Делается по такой ускоренной технологии В подпольных цехах А значит, никто не проверяет Эту продукцию на безопасность Саратов В семье Масловых в одночасье не стало двух человек Мать Людмила и ее сын Георгий Умерли от отравления копченой рыбой Эта история началась с обычного ужина Людмила сварила картошку в мундире А ее старший сын Георгий Купил к столу жереха холодного копчения Примерно через час после ужина У Людмилы сильно заболел живот И потемнело в глазах Сыновья вызвали скорую Но когда приехали врачи Везти в больницу пришлось уже всю семью В июне этого года В нашу больницу поступили Три человека, члены одной семьи 74-летняя женщина И двое ее детей 35-37 лет У них имелись клинические проявления Ботулизма Ботулизм Острое инфекционно-токсическое заболевание Вызывается анаэробными бактериями И их токсинами Приводит к тяжелым поражениям нервной системы Источники заражения Консервы домашнего приготовления И копченой рыбы Василия врачи смогли спасти А его мать Людмила Маслова И брат Георгий Умерли в реанимации Для возбудителя ботулизма Характерна гнюзность Расположения То есть в одной рыбе Может он присутствовать В другой не может И даже в одной рыбе В одном участке рыбы Может он быть А в другом нет Ботулизма Маслова заразили Сьев копченого жериха Купленного на рынке По факту смерти Полиция Саратова Начала расследование Вместе с оперативниками Мы отправились в рейд На юбилейный рынок города Большинство продавцов Торгуют рыбой Закопченной в подпольных цехах А значит В любой из этих рыб Могут быть бактерии ботулизма Какие-нибудь санитарные Этологические заключения имеются На производстве Санитарные какие-нибудь нормы Нет, у меня ничего тут есть Помните Безопаснее покупать Соленую и копченую рыбу В фирменной упаковке производителя Большие легальные заводы Как правило Следят за качеством Лучше всего Рыба хранится Вот в такой Вакуумной упаковке Чтобы не переплачивать деньги За рыбные мифы Надо запомнить Охлажденной морской рыбы В магазинах не бывает Она вся размороженная Охлажденной может быть Только речная рыба Или та, которую вырастили в прудах При покупке шпрот Смотрите на дату изготовления Шпрота приготовлены И с апреля по август Как правило делают Из мороженной рыбы Самые вкусные Сделаны осенью или зимой При покупке копченой рыбы Посмотрите на цвет мяса и чешуи Если рыба слишком яркая Вот такая Скорее всего Ее обработали красителем Покупать копченую и соленую рыбу Лучше всего В вакуумной фирменной упаковке производителя Помните Королевские и тигровые креветки Выращены в искусственных условиях Натуральный морской деликатес Вот такая креветка Небольшого размера Эти советы помогут вам найти Правильную рыбу И качественные морепродукты Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова